Продолжим нашу письмаршую подконкуренцию и вашей увазе. Первый рожденный грех в новом терминале весны Александра Дмитриевича. Пожалуйста. Хочу говорить о достойном сопротивлении или еще о чем-то. Знали, что Динамо практически на пике в форме. Сейчас, во всяком случае, выглядят очень здорово, мобильно, свежо, быстро. Но, тем не менее, рассчитывали. Сыграть разумно, рационально, не дать много шансов и попытаться заработать какие-то зачетные очки. К сожалению, не получилось. Вопросы, если есть, задавайте. Александр Дмитриевич, в моменте с незачетным голом просто стрелут плохо было видно. Там было в сайт чистый или... Я даже не пересматривал этот момент еще. Ну, со стороны... Пока я не смотрел. Довольны были транспортной компанией, которую весна провела зимой. И вопрос очень много тоже болельщики, тоже с такой вопрос, если братья, о порцване. Он вернулся второй раз в команду, с ним очень много историй нехороших. Мы знаем, там, в Олимпике, лето. И, как бы, болельщики пишут, что он себя в черниге не впечатлил. Вот вы считаете, вот когда вы брали порцване, это усиление для Дисней? Или просто для количества, потому что вы ушли Ермаков в аренду и брать? Для количества мы не берем. Порцване очень квалифицированный футболист. Сегодня, я считаю, он хорошую игру сыграл. То, что о нем там слухов, разговоров, ну, это все разговоры. Это все разговоры, слухи. И я доверяю этому парню, да. Я доверяю. Когда были какие-то там и проверки, и что-то такого плана, но это же ничем не закончилось. Если бы я ему не доверял, я бы никогда в жизни не взял бы. Конечно, это квалифицированный футболист, он в обороне сыграет на любой позиции, поможет. Для замены Немчанинова, фактически, не было фланговые игры у вас. По задействиям, они работали в задействии фланговые, а там, наставы, например, Куртушов унижили в центре. Это была ваша тактика, какая-то видит фланги Динамо. Чего вы просто так вышли? Мы просто их не смогли закрыть. Наоборот, у нас именно для того, чтобы закрыть фланги, у нас фактически вышло пять защитников. И фаворов справа, Немчанинова слева. В первом тайме должны были отвечать именно за эту фланговую безопасность нашу. Но, особенно здесь слева, Миколенко здорово сыграл первый тайм. Сделал много прострелов, много опасных моментов. Создал, и, по сути, у нас впереди было два скоростных футболиста, но почему-то мы слабо, мало использовали ихнюю скорость. В первом тайме. Во втором тайме мы уже перестроились и уже играли по более привычной схеме. И такое впечатление сложилось, что немножко нам не хватило времени. Поэтому... Александр Дмитриевич, в Полтарадаме команда ваша довольно-таки не так активно вот так играла. Под концовку команда побежала, команда заиграла. Были там какие-то полумоменты. Ну почему-то, есть какое-то объяснение? Ну почему такой контраст? То есть только в концовке начали моменты передаться? Возможно, у нас больше сил осталось, не знаю. Но опасно с Динамо. Очень быстро, мобильные команды очень здорово играют на контратаках в пространстве. Если им чуть дать, они просто летят в атаку целая группа. Пять, шесть, семь футболистов. Ну этого мы опасались. И, по сути, этого элемента сегодня не было. Мы нейтрализовали эту ситуацию. Мы получили, наоборот, после стандарта. Хотя знали вот это движение Финк, Кензера, как он действует. И один конкретный футболист не сыграл в этой ситуации. Не хочу назвать фамилией. И второй гол, по сути, в позиционных атаках пропустили. Поэтому, ну, раскрываться, ну, это авантюра, самоубийство, все что угодно с Динамо. Ну, когда уже счет стал 1-2, не знаю, уже, наверное, Динамо пытался играть более надежно. Ну, я согласен с вами, что особенно в первом тайме, особенно в начале, нам не хватало агрессивности. Агрессии такой здоровой в наших действиях. И как в атаке, так и в единоборствах. Филиппов дисквалифицировал, у него 4 карточки, да. Поэтому он пропускал. Кто еще? Где-то его не хватило. Ну, отдали предпочтение более быстрым футболистам. И в атаке сыграл Картушов с безбородком. Первый тайм. Второй Сергеевич Укскозов, там, больше. Но они просто более быстрые, поэтому они сегодня получили шанс. Волков, хорош для позиционной игры, когда мяч у нас чаще. Тогда, да. Александр Ильич, следующая игра у вас с Уорской. Во время зимнего сезона с Уорской, можно сказать, лидер Швейкулач, Сергеевичук. Посчитайте, ваш будущий соперник стал слабее. И первая игра с Карпатами, 4-0, все показало, как вы считаете. Ну, вот тяжелая игра, конечно, уже с очков. Ну, конечно, это стыковые, лобовые игры нам остались. И Ворск, и Львов претенденты на местном первой шестерке. Поэтому, в принципе, и настраивались на то, что все будет решаться в наших личных дуэлях. Это, наверное, хорошо. Ну, по первой играм не удалось. Это однозначно, как дальше у них пойдет. По одной игре бывает такое. А Львов, на ваше мнение, сейчас у нас получение такая большая колония футболистов в Бразильске. Как ты сказал, Львов, или вы считаете, тоже тяжело судить по этим трансферам? То есть, послаблены сейчас Львов? Ну, свой вектор развития, да. Это собирает на уровне то, что эти футболисты еще фактически не адаптированы к чемпионату украинскому? Вам тяжело сейчас сказать, что это? Ну, возможно, у них свои задачи, какой-то свой бизнес-проект, а не развивать. Я просто особо не... Возможно, в такое время так и нужно действовать. Есть ли это планы, что ли в Бразильске? Свою позицию? Пока у нас все украинцы. Александр Владимирович, вы говорили, что Львов должен вернуться к концу прошлого месяца. Он уже... Ну, когда вернется? И если можете, вы на него рассчитывать в двух матчах решающих? В следующем точно нет. Возможно, в игре со Львовом. Сейчас он только начал тренироваться индивидуально. Ну, под присмотром нашего тренера-реабилитолога. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...